Эй, Санс, чем мы сегодня займёмся? Тем же, чем и всегда, Папирус. Попробуем хайпануть на бессмысленном развлекательном ролике на ютубе. Э? Да, мы просто игрушки. В руках у алчного человека. Отпусти нас. Привет, народ. Вы, наверное, уже знакомы с этими двумя балбесами. И я в том смысле, что именно с этими плюшками, потому что они уже фигурировали в некоторых моих видео, и это не плюшки с фангеймера, хотя, казалось бы, они очень даже похожи. Это плюшки, которые я купил с Алиэкспресса. И если приглядеться, здесь вот видно, что, например, на Сансе есть некоторые изъяны. Улыбочка немножко поплыла, и вот здесь шов выпирает, и всякие такие вещи. Но на удивление, эти плюшки за 600 рублей с Алиэкспресса очень сильно похожи на оригинал. И некоторые мои знакомые говорят, что, возможно, это официальный мерч по Undertale. Здесь даже вот обозначено Undertale и фангеймеров, все дела. И просто на Алиэкспресс сбывают брак. И эта теория действительно, по-моему, даже имеет какой-то смысл. Потому что на ощупь эти игрушки, ну, крайне неплохие. И, например, у Папируса я, в принципе, изъянов никаких не заметил. Кстати, если вам было интересно, как выглядят тапочки Санса изнутри, то... Вот, держите, чертовы извращенцы. Они там более розовые. Санс? Я говорил ему. Носи носки. Я последние несколько лет искал те же самые... Так, ребят, ну не на кадре же. Я последние несколько лет искал какой-то мерч по Undertale, но за приемлемую цену. Потому что те же самые плюшки стоят, ну, как бы 64 доллара. И это было бы нормально. Не стоило бы, а доставка как бы отдельно. Но помимо каких-то внезапных забавных плюшек по ушкам Undertale, я особо ничего не находил. Пока внезапно я не скатался в Новосибирск. И не увидел это. Узрите же. Коллекция фигурок с персонажами по Undertale. Приобретенная всего лишь за... 1300 рублей. Тогда как официальные фигурки стоят аж 138 долларов, не считая доставки. Так давайте же вскроем эту коробочку и посмотрим, что нас ждет внутри. И стоит ли вообще переплачивать, когда можно купить то же самое в 10 раз дешевле. Так, мне кажется, без этих ребят стало как-то пустовато. Давайте я для ламповости добавлю... лампу. Вроде бы получше, но мне кажется, что все еще чего-то не хватает. Но у меня есть вторая лампа, смотрите. Это чай с медом. Поняли шутку? О, так-то лучше. Не каждый же день вы у меня в гостях. Между прочим, все эти фигурки были на фоне космос. Начнем, пожалуй, с Флауи. Потому что именно он нас встречает с игры. Знаете, как бы издалека выглядит примерно так же, как официальная фигурка. Давайте взглянем на него... Ой. Если приглядеться, можно увидеть надпись 6 и какой-то микрофон. Это значит то, что Флауи уже 6 раз ходил на уроки музыки. На общем, она просто как резина и, в принципе, она даже гнется. И особо извращенные люди смогут это как-то использовать в своих целях, наверное. Осталось только протестировать на запах и вкус. Так. Вау, вау, вау. Пахнет как... Настоящий злой цветок, в принципе. Эээ... Как выглядит, так и пахнет, ребят. Далее я вам продемонстрирую Фриск. Да, в этой... Ах, камеры нет! Далее я вам продемонстрирую Фриск. В данной интерпретации он, видимо, либо посидел, либо решил радикально изменить свой стайл. Либо это какая-то нейтральная концовка, где Фриск решил устроиться в снегоочистительную компанию. Есть еще третий вариант. Возможно, на фабрике просто кончилась краска. Так, а ты стоять умеешь? О, умеет. Далее у нас Ториэль. Собственно, как в пути Андертейла мы и встречаем персонажей. И... Возможно, она тоже устроилась вместе с Фриском работать в одну и ту же компанию. Или на самом деле Ториэль все это время была снеговиком. Или на ней не было никогда одежды. Или это интерпретация того, как выглядела бы Ториэль, если бы носила спереди только один фартук. Выбирайте то, что нравится. Ну, в принципе, если у вас есть краски, можно приобрести эти фигурки и самому да раскрасить так, как нравится и получится не так уж плохо. Далее у нас идет сеанс, ребят. Я даже не знаю, стоит ли вам показывать его или интригу сохранить до конца. Но он даже вылазить из коробки сильно не хочет. Ну ладно, давайте не буду томить. Эй, слышь. Мелочи не найдется. Я тут. Че как. Причем забавно, что он в коробке находился прямо посередине, как бы. Производитель знал свою целевую аудиторию. И я на самом деле даже приятно удивлен. Учитывая то, что увидел ранее, я думал то, что сзади, возможно, он не будет прокрашен вовсе. Опять-таки, не считая того, что на фабрике по какой-то причине, видимо, не хватает черной краски, Санс выглядит не так уж и плохо, сказал бы я, если бы не вот эта голова. Она недостаточно приплюснутая. Из-за чего он больше похож на Джимми Нейтрона какого-то, а не на Санса. Я не знаю. Это прям реально выглядит неприятно по мне. Он прям больше на инопланетянина какого-то похож, чем на скелета. В принципе, далеко Санса убирать не будем, потому что дальше идет папирус. Без лишних слов. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Во-первых, он, да, он действительно выше Санса, как минимум мы можем это лицезреть, но ущербность данного бурундука, в другом я назвать никак не могу, это то, что ему не сделали спину. И мне кажется, это уже его как бы из-за этого никак не спасти, потому что у него просто нет шарфа. Здесь банально не хватает краски, ребят, и шарфа сзади. А так в целом, ну если издалека смотреть, вот так вот, знаете, поставить их где-нибудь вот здесь, вот так, в расфокус, то в целом они на себя отдаленно похожи. Далее давайте продемонстрирую вам псинку. В оригинальном видео показывали то, что ей можно увеличить голову, потому что это пес такой. Может если погладить? Нет, к большому сожалению голова у него не вытягивается. Но здесь как минимум забавный большой щит, наверное. И в принципе эти фигурки не так уж плохи, потому что вот я их чуть-чуть потряс и у них ничего не отпало. Как минимум за это можно поставить видеоблогерский лайк. А так, ну, с лицом проблемы. Но с другой стороны, чего мы и ожидали? Ничего мы не ожидали. Вот так это делается. Теперь буду одной рукой держать, другой снимать, как профессиональный видеоблогер. Дальше у нас, на удивление, прикольная фигурка, как по мне. По-моему, она самая лучшая среди всех присутствующих. Это Баба-Рыба Ундина. И выполнена она реально неплохо. Типа у Рыбы, в принципе, лицо такое неказистое, что испортить его было довольно тяжело. И броня не разноцветная, поэтому фигурка классная. По-моему, лучшая из данных представленная. Да, Фриск. Баба-Рыба вновь продемонстрировала, кто здесь сильнее и мужественнее. Ну, как бы, ребят, тупо фотография в Тиндере. Встреча в реальной жизни. И осталось не так уж много, всего лишь две фигурки. Собственно, Метатон и Тэми. И создатели данной реплики подумали, что ну а зачем Метатону, собственно, ноги? Да? Как бы... Самая его статная часть. Они, видимо, либо комплек... Ооо, ну тут все, в принципе, понятно. Кхм-кхм. Ну и осталась Тэми, и она выглядит, в принципе, прикольно. Не дать не взять, просто прикольно. Я бы такие фигурочки с Тэми на масс-маркете продавал, на самом деле. Классные. Ну и вот общий план персонажей под конец. Я назвал эту зарисовку... Как-то раз поутру... Мы вызывали сатану. А с вами был Игорь Чай. Мне 21 год, и я коллекционирую детские игрушки. Планирую на днях тут к психотерапевту записаться. Всем удачи, всем пока. О, привет, Папирус, чё делаешь? Просто нахожусь здесь. Какой же я громкий, надо закрыть дверь, а то стыдно перед соседями.